Всем здравствуйте! Небольшой обзорчик спиннинга Татала ТТУ672МХФБАД. Очень длинное название, не знаю, что все это значит, если честно. Панцовая палка 7.28, в моем случае это кастинг, но в моем случае это всегда будет кастинг, и все спиннинги, которые, наверное, вы увидите в дальнейшем, все-таки будут только кастинговые. Двухметровая палка. Что могу сказать? Не нашел ни одного обзора на нее, но вот именно на эту модель решил поделиться своими впечатлениями. Палка выдиралка. Басовая палка, очень жесткая. Не знаю, видно, не видно. Она прямо как рапира. Короткая ручка, по факту твичевая палка. Если кто-то рассматривает ее в плане джига, даже не думайте, она у вас там заджигует, наверное, с грамм 12-15, не дай бог, и что-то там будет. По нюансам, так сказать, очень удобно. Ручка именно та, которая нужна под твич, ложится мне идеально. То есть я ей идеально твичу. Хват, прям вот берете ее, и она прям как-то витая сидит. Очень мне понравилось исполнение ручки. Ну, под мою руку. У меня небольшая рука, по факту, как бы, но идеально. Хорошая гайка, хорошо сделана, но есть нюанс с хуптипером. Не знаю, типа исполнение очень клевое. Сейчас попробую показать. Видите? Смотрится бомбически. Но по факту два раза, и оно все без краски. Ну, два раза зацепил, перешел там километр, как бы, все. Она, короче, без краски. Я сначала обрадовался такой, думаю, вот это да. Очень круто, очень круто. Но по факту ничего такого. Количество колец, ну, что-то такое я не буду. Я думаю, что сами посчитаете. По сути, по сути своей, она у меня в комплекте сейчас со стизом, сотом КСЛ на шнуре. Есть нюансы. Почему вообще вот эта вот вся история, как бы, да, здесь резинка, я говорю, твичевая. Я ловлю в маленькой речке и, по сути, ловил сегодня на неогрузку. У меня ролик есть сейчас про неогрузку, что я думаю, но не суть важна, как бы, почему у меня огруженная неогрузка. Вообще, обычно использую ее на гублерах. Под нее просится флюр. То есть, ну, не бойтесь ставить сюда флюр. Со флюром она будет, наверное, идеальная, потому что она чуть-чуть излишне жестковата, как мне кажется, для шнура. А по чуйке, ну, чуйка у нее такая, честно говоря, посредственная в плане того, что дно отбивать вот это все. Рыбу хорошо вяжут. Рыбу хорошо вяжут. Строй, не знаю, что у них там написано, но, наверное, где-то фаст. У каждого свой фаст, у каждого свой экстра-фаст, но по мне это где-то фаст или даже чуть поменьше. А рыбу вяжут отлично, твичит все, наверное, до 130-х. Но моя рекомендация вам – это флюрокарбон на нее какой-нибудь. Только давайте, ну, там про флюры носителей я вам не буду там сейчас долго рассказывать. Я отдельно, и, наверное, ролик выпущу. Какой-нибудь мягенький, наверное, типа там UGK зеленый, я не помню, как называется. Не вот этот вот Sunlight, который для зимней рыбалки, который, ну, типа просто каменный. Нет, такой нормальный флюрокарбон, именно который предназначен для основного носителя, а не для поводковой какой-то истории. Можете резку поставить, советую, будет очень круто. Палка очень радует меня, хотя, в принципе, как бы, ну, ничем выдающимся таким она не отличается. Но для меня вот, вот она прямо в руке сидит и сидит. Сидит прямо отлично. Всем спасибо. Спасибо.